друзья привет я делал долгожданный гайд по автокрафту на рунической матрице из таункрафта с помощью моей системы значит нам для этого потребуется мой интерфейс вот логика его значит стандартная да то есть если мы записываем в шаблон какой-нибудь крафт дата мы ожидаем из таких ресурсов получить значит определенный какой-то предмет путем крафта в какой-нибудь каком-нибудь механизм например электрическая печка это может быть тропилка это могут быть какие-то другие механизмы абсолютно разных модов но суть в том заключается что начну его интерфейс подаем определенные ресурсы и ожидаем на выходе получить вот такой вот продукт здесь у меня соответственно записано до чтобы скрафтить один серебряно-древесный стержень нам нужно несколько видов кристаллов до стандартных стал крафта и соответственно древесина серебряного дерева вот мы прям так записываем соответственно в этом самом шаблоне кладем его сюда вот и дальше соответственно что у нас происходит при включении соответственно крафта в моей системе у нас сюда мы интерфейс поступают вот эти ресурсы эти ресурсы передаются в этот сундук да как некий механизм то есть не читают то некий механизм далее вот эти ресурсы здесь на все попадают и соответственно из этого сундука с помощью шины импорта передаются в такую локальную мою систему в этой моей системе соответственно они будут храниться вот и дальше с помощью шин экспорта импорта я уже управляю матрицей собой предположим я значит заказываю крафт да с помощью интерфейса ресурс попадает в алмазный сундук из алмазного сундука с помощью шины импорта импорта ресурс попадает в локальную мою систему вот такую вот и дальше с помощью шин экспорта распределяется по матрицей то есть случае с стержнем соответственно ресурс определенным образом выложите давайте я наверно пока что уберу здесь голема моего которого я использую для автокрафта так давайте закажем попробуем так но предварительно естественно должно убедиться что все необходимые аспекты у нас в системе есть до заказываю допустим этот стержень так у меня их уже целая куча но я сделал переключение на создание так давайте закажем один стержень все соответственно у нас эти ресурсы поступают сюда сундук дальше из него они откачиваются вот сюда вот мы видим они сюда попадают вот а дальше с помощью шин экспорта они выкладываются по определенному принципу на соответственно эту матрицу чтобы они выложились в определенном порядке мы используем шины экспорта и обязательно указываем где какой кристалл раскладывается есть один важный момент если вы хотите несколько крафтов на одну матрицу записать будьте осторожны чтобы у вас не было пересечения соответственно там раз одного и того же предмета началась один тоже предмет может выставляться в разных местах это поломает вам крафт то есть если у вас используются одни и те же предметы вы должны на одну и ту же шину соответственно стараться их выкладывать либо распределять по другие матрицы копейки у меня там 8 штук матрицы 7 из них автоматизирован как раз этой цели потому что ну соответственно как бы чтобы не было пересечения именно поводить вот элементом для крафта и так значит помощью шин экспорта я говорю что стебельное кристалл сюда такое сюда такое и так далее да соответственно козовой и вот они выставляются обязательно конечно же на центральный писталку кладем ингредиент да то есть вот он опять же древесина серебряного дерева все видим у нас с помощью вот это локальному системы ресурсы раскладываются по матрице мы убедились в том что у нас в системе соответственно мы находится нужное количество аспектов я здесь использую поставщик наполнения из мода то у них энергетики он сейчас будет передавать аспект если мы запустим к так на свой риск у нас все правильно выложилось правду запустим давайте попробуем да крафт запустился с помощью поставщика наполнения сюда поступают аспекты вот и соответственно у нас сус крафтус в чем что интересно если он будет забирать отсюда какие-то предметы да это с помощью сшины экспорта если мы сразу несколько заказали он будет автоматически складываться поэтому процесс немного будет быстрее происходить крафта так значит и дальше что происходит когда у нас здесь скрафтится нужный нам предмет мы забираем вот с помощью импорта но есть важный момент нельзя здесь наставлять шину импорта без указания предмета значит вы просто все забирать назад систему абсолютно все поэтому мы обязательно указываем что соответственно ожидаем забрать серебряный тревесный стержень указали и соответственно он когда крафт завершится поступит нам обратно в систему вот эту локальную потом с помощью шины экспорта из вот это локальная система у нас ресурс поступает в алмазный суд до возвращается вот сюда серебряный тревесный стержень и уже мой интерфейс его забирает нашу основную мою систему да с ресурсами то есть он считает как будто бы это произошло следующее взял эти ресурсы положил некий механизм механизм обработал их и соответственно произвел вот этот вот стержень мой интерфейс продукт забирает соответственно обратно в систему так давайте убедимся что у нас крафт такой произойдет все крафт произошел он забрал и соответственно нас это передаст вот сюда вот видим как раз да сейчас он по идее должен его забрать правильно настроена а ну да кстати здесь этот момент я не проговорил обязательно забирать я на самом деле не самый интерфейс забирает мы можем использовать и машины импорта либо вот я использую трубы из мода эндергию вот им я соответственно с помощью них я забираю обратно мой интерфейс то есть сам по себе он не забирает ему надо как-то в него надо втолкнуть вот эти ресурсы это делаю с помощью таких вот соответственно труб из мода эндергию окей допустим одно я такой произвел а как это делать на потоке то есть чтобы запустил и соответственно не паришься так а для этого значит давайте допустим запустим серию крафтов да там 10 штук я закажу все он будет поставлять и я воспользуюсь таким вот а у полем с сердцем используем однако сразу говорю что эти голема они до безумия просто поганые после рестартов они перестают работать они иногда пропадают поэтому будьте морально готовы к тому что они вам нервы потрепят но тем не менее это все равно возможность автокрафта с их настройка тоже нелегко вот как я понял просто как душев зажать вот на сундук соответственно так навести и поставить голема стараться рядом с ним чтобы нас голем был привязан к давайте проверим вот мы видим да так вот белый круг такой круг с пустотой наведен на сутки это означает что у нас голем нам голема удалось привязать к сундуку дальше даем ему сердце использование до указываем что он должен пользоваться таким стержнем это у меня не заранее сложно несколько штук и опять же помощь колокольчика до правый клик и указывают на на чем ему соответственно действовать ему действует одновременно так ну что больше работать или нет ну вот они тупят добичьи так вот видите я даже ничего не делал нас образил наконец но не очень тика тупят но тем не менее работают и опять же пути готов что после страха вам придется опять все он как раз запускает соответственно кликает по матрице это все производится автоматом по сразу обращаю внимание да то есть что голема дебагают что ресурс здесь не должен пересекаться вот не рекомендую обязательно не забывайте проверять нужное количество аспектов у вас в системе да чтобы у вас здесь не произошел не произошла поломка не хватает вот и кроме того здесь еще есть проблема что есть ограничение до соответственно по количеству поставляемых предметов да то есть там соответственно можем указать до 9 до 9 предметов но у нас есть некоторые крафты в том крафте до которые для своего крафта использовать больше 9 элементов по 10 по 11 лет какие-то пробужденные там с этой или что-то вроде того да как здесь это обойти есть небольшой секрет но о нем я пока что не буду говорить это пока что так скажем тайна фирмы когда и если канал как-то раскрутиться то я тоже готов буду рассказать про это подробно но в целом такая вот матрица такая система позволяет очень много крафтов автоматизировать самых основных особенно эти вот серебряные греческие стержни и так далее то есть такие геморные крафты он позволяет упростить если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы новое видео пропускать рекомендуйте друзьям в комментариях пишите свои замечания до следующих сериях пока